МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СУХУМСКИЕ ОБЕЗЬЯНИЙ ПИТОМНИК Почти все слышали об этой достопримечательности в столице Абхазии. Но какова цель создания питомника? За сто лет существования это место обросло невероятным количеством мифов и легенд. В начале 20 века здесь собрался весь цвет русской медицины, чтобы работать в новейшем и самым популярном для того времени направлении. Сейчас бы это назвали биоинженерией. Наблюдение современного пользователя интернета. Если задать в поисковой строке ключевые слова «сухумский обезьяний питомник», система сама подскажет продолжение. Опыты над людьми. Так что же происходило в столице Абхазии? Гора Трапеция в Сухуме. В конце 19 века выдающемуся русскому врачу Алексею Остраумову, высочайшим указом его императорского величества Николая II, пожаловали здесь землю и дачу. Так начинается история питомника. В районе дачи были подземные сооружения, подземные площади специально для медицинских опытов. Впоследствии это всё и наработки, и помещения были использованы большевиками. И на базе этой дачи возник институт медицины и обезьяний питомник в Сухуме в 1927 году. Создавали его, как обычно, для всевозможных научных изысканий. Насколько я знаю, там были проведены фундаментальнейшие научные исследования, поведение, социального поведения, прежде всего, приматов. И во многом корни социального поведения человека. Наука развивалась в молодой стране советов практически наравне с оборонкой. Это было время слома традиций и смелых экспериментов в самых разных сферах, от архитектуры до медицины. Была очень популярна органотерапия, вытяжки из органов. Поэтому идея была такая, чтобы привезти из Африки, прежде всего, антропоидов, шимпанзе. 20-е годы. В ресторанах Европы страшно популярен коктейль «Железа обезьяны». Смесь джина, апельсинового сока, граната и абсента. В Париже научные конгрессы рукоплещут русскому профессору Сергею Воронову. Весь мир обсуждает опыты по трансплантации и возможное омоложение с помощью органов приматов. Такое может сделать только доктор Ворон. Он произвёл несколько тысяч пересадок половых желёз от обезьяны к человеку. И даже уже пытался производить пересадку яичников стареющим дамам, тоже обладающим немалыми средствами. Профессор Воронов – прототип профессора Преображенского из булгаковского собачьего сердца. Ухватили животное и сполосовали ножиком, а теперь гнушают. Спустя несколько лет, в конце 30-х, выяснилось, что опыты по омоложению с помощью обезьян не имеют долгосрочных клинических результатов. И всё-таки смелый эксперимент принёс пользу. Наука, идёт по этому пути, открыла другое. Дело ведь в том, что далеко не всё в пересаживаемой ткани, этого же яичка, нужно для того, чтобы в кровь стали поступать вещества с обстосующим омоложением. Задача стояла так – найти эти вещества. И эти вещества в конечном счёте были найдены. Биолог Борис Режабек говорит о пептидах. Сегодня эти соединения используют при лечении неврологических и онкологических заболеваний. Но в 30-е годы прошлого столетия такого слова ещё не знали. Советские учёные предположили, что их коллега Воронов просто не довёл свои опыты до конца. А ведь можно пойти намного дальше. Они ставили себе задачу с помощью генетики создать, ну скажем, новую породу человека. То есть человека, который будет беззаветно предан партии и будет с той же беззаветностью строить светлое царство социализма. И были у них мысли, как экспериментальным путём воздействовать на гены с тем, чтобы преобразовать обычного человека в хомо советикус. Есть версия, что производить идеальных слуг советской власти целую армию новых людей должны были учёные в Сухумском питомнике. Но как? Подобным экспериментом люди при больших погонах, они говорили, что в итоге, уже во второй половине 20-го века выяснилось, что единственный, кто может каким-то образом спариваться с человеком, это орангутанги. Проект улучшения человеческой природы был знаковым для периода становления Советского Союза. И нашёлся биолог, который готов был взяться за него. Профессор Илья Иванов. На опытной станции заповедника Оскания-Нова он скрещивал оленей и быков, белых мышей и морских свинок, зайцев и кроликов. Венцом его экспериментов должен был стать гибрид человека и обезьяны. Гибридный человек к 3-4 годам набирает невероятную силу, гораздо менее чувствителен к боли, неразборчив в пище. Возможности использования безграничны. От работы в сырых забоях до солдатской службы. Из письма Ильи Ивановой из Африки московским друзьям. Консультанты главнауки сомневались в успехе опытов. Человек – это особое, я считаю, существо, которое стоит над всем остальным миром. Почему? Потому что сколько ни пытались воспитывать этих обезьян, учить их и разговаривать, и читать, и навыки какие-то, там труда, ничего не получается. Но в Африке местные жители рассказывали ученым о регулярных нападениях обезьян на женщин и о последующем рождении человекоподобных детей. Так или иначе, но Иванов получил грант на исследование в сумме больше 30 тысяч рублей. Баснословные деньги по тем временам. В Советском Союзе он нашел для себя хорошую нишу, получил дотацию от правительства, там тогда был такой Горбунов, и провел эти эксперименты. Результаты этих экспериментов до сих пор вызывают только смущение. В 1929 году «Красные газеты» публикуют объявление. Все, желающие участвовать в опытах советских медиков, приглашаются в Сухуми. Объявление вызвало ажиотаж. Письма профессору Иванову приносили мешками. Вот что написала ему жительница Ленинграда. «Эта проблема давно интересовала меня. Моя просьба, возьмите меня в качестве эксперимента. Умоляю вас, не откажите мне. Я с радостью починю всем требованиям, связанным с опытом. Я уверен в возможности оплодотворения. В крайнем случае, если вы откажете, то прошу написать мне адрес какого-либо из иностранных ученых-зоологов». Конец цитаты. Но получить жизнеспособное потомство Иванову не удалось. По крайней мере, официальных свидетельств нет. Говорят, но это опять-таки нововне легенд и баек, что что-то у него там родилось. И говорят, что до сих пор это что-то бегает в горах Абхазии. То есть что-то, нечто вроде снежного человека. Потом сам Иванов, как это обычно бывает с людьми поднятыми и опущенными вскоре, был арестован. Правда, не расстрелян. Он доживал свои дни в Алма-Ате. Ну, вот так вот постепенно сошел небытие. Профессор Николай Гончаров, заведующий лабораторией гормонального анализа в Национальном эндокринологическом центре, был лично знаком с Ильей Ивановым. На прямой вопрос о снежном человеке предпочитает отшучиваться. Он мне рассказывал, что у них на обкоме парки обсуждался вопрос, что один из пастухов имел сексуальный контакт со слицей. Это не значит, что это нужно рассматривать, как имеющее какое-то отношение к биологии. Но, может быть, в этих шутках есть доля правды? Вполне вероятно, вот этот снежный человек и другие чудовища, которых видят в разных местах планеты, особенно чаще в горах, то они, вполне вероятно, потомки вот таких экспериментов. Те, кто выжил в результате таких экспериментов и сбежал, что якобы и в Сухуме, там в Сухумских горах, в Абхазских горах тоже находят таких зверолюдей, также в Японии, также в Китае, в Панна-Памире. Бельгийский криптозоолог Бернар Эвельманс многие годы посвятил поискам неизвестных науке животных. Русские получили расу обезьянолюдей. Они имеют рост под два метра и покрыты шерстью. Растут быстрее, чем люди, и поэтому быстро становятся пригодными к работе. Единственный их недостаток – неспособность к воспроизводству. Но исследователи работают в этом направлении. Писатели строят догадки и гипотезы. Официальная наука дает однозначный ответ – нет, не было, не зафиксировано. Если вспоминать при этом ученого нашего института, Илья Ивановича Иванова, его эта работа была тупиковый ход. Я разговаривал с нашими старыми учеными, которые знали его лично, никто из них не помнит, чтобы это хоть какая-то часть этих работ о скрещивании у него, о скрещивании у него, уменьшался успехом. Частые неудачи и высокая стоимость. Именно это характерно для такого рода экспериментов. Но в Советском Союзе все равно продолжали. Изучали алкоголизм на павианах, их спаивали. И изучали процесс трансформации личности. Ну и вообще, так сказать, процесс становления этой самой зависимости алкогольной. Изучали именно на павианах. Но вот я не знаю, по-моему, от этого особой пользы не было, потому что в результате этих исследований пить меньше не перестали, к сожалению. Тем не менее, благодаря массе сложных и, казалось бы, провальных экспериментов, были созданы важнейшие препараты. Вакцина от полиомиелита и лекарства против рака молочной железы. И в этом медицине помогли животные. Гормон здоровья и долголетия в Сухумском заповеднике изучал с помощью обезьян профессор Гончаров. Мы взяли старых обезьян, которые уже, как говорится, готовились уйти с этой жизнью. Ну, где-то 28 до 30 лет. Пять таких обезьян. И мы им вводили тоже маленькие дозы дегидроэпидростерона. Через месяц эти служительницы, которые обслуживали обезьян, прибежали к директору, к дирекции, и говорили, слушайте, что вы сделали с этими обезьянами. Они трясут клетки, бегают. Возросла двигательная пищевая мотивация. То, чего мы не ожидали, через три месяца они обросли шерстью. Провести испытания на людях ученые пока не имеют права. А вот наши соседи уже давно используют метод Гончарова. Такие результаты есть сейчас как-то неудивительно в Румынии. Там есть институт. Который опирается на идею румынского академика Пархона. И вот там разработаны методы, которые позволяют действительно даже в 90-100 лет приходящим туда старикам почувствовать, что силы их жизненные пребывают. И они начинают жизнь свою ощущать как нечто гораздо более достойное, чем до применения этих габаратов. В 2008 году в Великобритании был принят закон, который фактически легализовал эксперименты по оплодотворению яйцеклетки животного человеческими сперматозоидами и наоборот. Три университета получили лицензии на такого рода опыты. Цель – получение эмбриональных стволовых клеток для создания новых лекарственных средств. Есть предположение, что подобные эксперименты не прекращались все эти годы в лабораториях всего мира. Слишком уж заманчиво выглядят перспективы создания нового существа, у которого можно будет впоследствии изымать органы и продлевать человеческую жизнь сколь угодно долго. Проводились и проводились вплоть до 90-х годов. Насколько мне известно, проводятся ли они сейчас, это большая загадка, но вполне вероятно. Хотя, кто знает, возможно, теперь такие технологии, что уже подобное скрещивание просто выглядит не только утопией, но и таким каменным веком в медицине. Впрочем, всё это сухумского питомника уже не касается. Смелых опытов здесь давно не проводят. Последние генетические исследования однозначно показали, клетки человека и обезьяны отторгают друг друга. Плод просто не образуется. Эксперименты Иванова по созданию обезьян у людей изначально были обречены. Профессор не мог этого знать. Он просто экспериментировал, как любой настоящий ученый.